Да, кайфное состояние, хоть я сейчас уже оделся, так тепло в олимпиечке. Сейчас пойдем с сыном в сауну, в джакузи. И сейчас я здесь хочу донести следующую мысль. Вот он сейчас сидит, тоже читает, и это моя где-то и боль, и вина, и ошибка. С одной стороны, он в свои 16 лет, как я уже сказал, во много превосходит меня. Я о такие вещи даже не задумывался, хотя мне кажется, я был тоже очень неглупым подростком. Он всегда тянулся к мудрости, к людям, которые чего-то добились, достигли, которые тоже как-то увлечены личностным ростом, и он во многом такой. Но вот я уже говорил, что жизнь откликается не на знания, а на действия. У меня в ролике где-то я рассказывал, что тот урожай, те плоды того, чего мы имеем, это наши семена, то есть наши действия, что мы сажаем. Представьте, вам отдали несколько гектар поля, да, а вы не пришли ничего посадить, вы сидите, читаете книжки, и опять сидите, читаете, сидите, читаете, что там посадить. Ничего не делаете, бездействуете, или пришли что-то посадили, потом пришли опять выкопали, это не годится, посадили что-то другое, вот этим вот мастурбой занимаетесь, ну и что у вас там в итоге вырастет? А надо одновременно. Знаете, как лучше плохо начинать, чем хорошо бездействие. Посадите хоть что-то, что-нибудь сделайте, да. Потом можете уже совершенствовать. Я вот не научился сразу кататься на велосипеде, там как-то более-менее нормально. Я помню, однажды я тогда занимался тяжелой атлетикой, и мы находились, у нас прям был спортивный лагерь, мы находились на одной территории с велосипедистами, и меня поражало, я до сих пор не достиг такого уровня. Велосипедисты хорошие могут на велосипеде стоять, то есть они на двух колесах заходят на велосипед, садятся и могут стоять, не падая, они балансировать могут на стоячем велосипеде. Мольшинство людей, чтобы он не падал в велосипед, надо крутить педальки. Но вот это такое мастерство, то есть в каждом, конечно, деятельности можно там бесконечно расти. Так вот, ты не можешь сразу сесть на велосипеде и стоять на месте, не касаясь педалями, без какой-то, на двух колесах просто. Или есть люди, которые могут на одноколесном велосипеде стоять настолько, да, держать вот это вот равновесие. Но ты начни делать хоть что-нибудь. Я помню, получается, я помню это, наверное, высокомерно. Я когда-то, наверное, начинал там сначала ползать, потом как-то ходить, наверное, падал, наверное, там боялся через косяк пройти, в том ступеньке. Потом только побежал, так вот начните хоть что-то делать, чтобы получить урожай, начните хоть как-то делать, хоть что-то надо делать. Потом вы идете, спускаетесь, если у вас в действии, если вы сажаете не совсем то, что нужно. У вас, например, дурной характер, у вас есть злобность, есть агрессия, есть обидки, есть вина перед кем-то, вы постоянно перед кем-то что-то там танцуете, пляшете, о себе там забывая. Ну, у вас, наверное, такие всходы. Если у вас здесь в душе есть любовь к себе, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то таланты, есть какая-то польза от того, что ты мозгами пердишь, так скажем, да, как у меня вот есть ролик «Мозговой пердешь». Надеюсь, кому-то этот пердеж интересен, надеюсь, кому-то он вот тоже что-то подсвечивает, какие-то мысли, какие-то озарения возникают. Я сам, кстати, бывает вот это вот, я уже говорил про эту училку, которая прибегает в учительскую, говорит, ну тупые, я уже 20 раз объяснила, сама поняла, а не все никак. Вот бывает так, что я сам что-то здесь объясняю, сам начинаю до чего-то допетривать, да, начинаю что-то понимать. Надеюсь, кому-то это все интересно, тем более, что вы же не знаете, вы пока просто подглядываете. А может быть, если мы начнем взаимодействовать, да, как говорится, рука руку моет, может быть, если мы взаимодействуем, я могу больше повлиять как-то на вашу жизнь, а я могу больше повлиять, я все глубже и глубже понимаю навигацию подсознания, у меня все больше мастерства в, что называется, в этом инструменте, который называется регрессия, да. Я понимаю, что мы регрессируем для того, чтобы убрать и психотравмы, убрать конфликт. Там многие вещи, значит, открываются расширения, я на практике это все использую. Я вижу результаты в себе, я вижу результаты в людях. И вот если вы просто сидите, читаете книжку, то вы ничего не сажаете. Вы если читаете какую-то книжку, то читайте ее для того, чтобы что-то сделать по-другому, чтобы у вас поменялись действия, стали более профессиональными, более точечными, да, управляемыми. Не просто вот вы что-то, а начинаете управлять ситуацией, начинаете, не вами жизнь управляет, а вы начинаете ей как-то рулить. Вот. Ну, как-то так. Сейчас еще некоторые интересные свои какие-то наблюдения тоже хочу здесь изложить. А может быть сначала сходить в сауну, а потом поболтать, наверное, уже стемнеет. А пофиг, пойду в сауну с сыном, а потом приду, буду болтать. А у вас это одно момент, ну, может быть, а я пойду кайфану.